Девушки отдыхают 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 Только лишь один. А остальные участники турнира будут на этом пути, так сказать, отпадать на каждой из стадий. Что же приготовил Сергей Сафиулин? Это попытка выхода на вертикальный суплекс проходит более чем успешно. И Сафиулин сразу же переходит к удержанию. Это один, это два. Нет. Посмотри, он вышел на борцовский мостик из этого удержания. Раз, два. Ну да, тут уже момент ухущен. Ну и Сергей Сафиулин, ему следует придумать что-то покруче. Мы еще не видели и того, что под верхушкой айсберга, да, то, что под водой, того, что может сделать со своим соперником Сергей Сафиулин. Ну, например, пробить чоп прямо по грудной клетке Хада Хана. Он берет разгон. Татарский булк врезается в оппонента серии с целых двух клаузлайнов. Но это как будто бы еще сильнее заряжает Хада Хана. Он бросает своего оппонента через бедро и показывает то, что он готов выйти на один из своих фирменных стендинг-мунсолдов. Отличное. Один, два, всего лишь до двух. Мы видим на повторе невероятнейший атлетизм монгольского бойца. Только в слоу-мо мы можем заценить, насколько выверены и отточены движения этого рессера. Хада Хан абсолютно прекрасно знает, что делать и проводит в совершенстве свои маневры. Но сейчас, к сожалению, попытка очередного воздушно-акробатического маневра оказалась неудачной. Сергей Суфиулин предвидел и сбросил своего соперника с небес на землю. И причем Хада Хан сейчас находится в очень опасной позиции, поскольку Суфиулин очень любит использовать один из излюбленных приемов, от которых иногда даже может сломаться. Это ринг! Просто выбивает страйк. Он этим движением, всем весом влетает. Это называется пушечное ядро. А сейчас Суфиулин ловит Хада Хана и проводит ему бомбу с подлета. Удержание один, два. Монгольский воин находит себе силы, чтобы вырваться из удержания, но как будто бы еле-еле. Ему это удается. Ну, возможность собрать дань положенную Хада Хану прямому потомку Чингисхана еще остается. Сергей Суфиулин тем временем уже изрядно пропотевший и уставший. Оказывается, в углу попытка. Скорее всего, манки флипа, но нет. Какой бросок и выход на мостик. Один, два, всего лишь на двух. Бросок называется северное сияние и отличным мостиком сейчас фиксировал удержание Хада Хан, но пока что безуспешно. Мне кажется, была у Суфиулина попытка приема под названием ожог. Один из его коронных маневров, но Хада Хан блистательно блокировал попытку провести этот прием. И послушай, как наши зрители поддерживают этого бойца, но даже их громкая поддержка не может заглушить эти Чопы, которыми прямо сейчас обмениваются атлеты. Да, жгучие Чопы, возможно, на миллионы сковили сейчас остроты. Эти атаки теперь локоть от Хада Хана прямо в челюсть татарского быка. И они не сдаются ни момента, они даже находятся в силе для того, чтобы подняться. Да, и оцени Янг Шрамы на спине Сергея Суфиулина. Этот человек явно повидал битвы и похлеще, чем сейчас. Но вот победителем он может и не выйти из этой битвы. Бэкфлип кик от Хада Хана. И вот такая вот модификация броска под названием бэкдроп суплекс сейчас проходит от Хада Хана. И он готовится добить Сергея Суфиулина. Я уже чувствую это. Чувствуют и все зрители на этой арене. Как мы можем знать, он хорош не только в бросках, но и в том, как он умеет летать. Неужели мы увидим возрождение Феникса на наших глазах? Феникс Сплэш проходит. Да, полет Феникса оказался для Хада Хана судьбоносным. Он проходит в четвертьфинал турнира. И ваш победитель Хада Хан! Насколько заряженным было это противостояние, но именно Феникс Сплэш ставит в нем финальную точку. Замечательное окончание этого матча. Хада Хан показал себя, конечно же, как и Сергей Суфиулин. Но Хан все-таки сегодня собрал свою дань и будет продолжать это делать, по крайней мере, в четвертьфинале турнира за ТВ в титул НФР, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Шамин Вегаев. Хоть я и веган, но я устрою настоящее мясо на этом ринге. Следующий матч будет боем один на один. Встречайте первым из Москвы весом 74 килограмма. Шамиль Вегаев! И его оппонент из Ярославля весом 94 килограмма. Килограмм Станислав Бабаянц! Дамы и господа, еще один матч в группе B. Шамиль Вегаев против Станислава Бабаянца. Молодое поколение бойцов против заслуженного ветерана с практически 20-летним опытом. Да, а что входит в этот опыт у Станислава Бабаянца? Это несметное количество титулов самых разных рестлинг-дисциплинах. Это и командные бои, и одиночные бои. А также имеется у Станислава и опыт международных выступлений. Этот рестлер успешно представлял нашу страну, например, на рингах Японии. Стоит заметить. Да, и судя по всему, этот опыт немножко ударил ему в голову, поскольку мы в самом первом эпизоде видели его интервью, где он говорит то, что он не уважает ММА. Настолько, что он говорит, что полностью ММА все копирует от рестлинга. И он не видит никаких причин для того, чтобы уважать бойцов смешанных единоборств. А между тем Шамиль Вигаев показывает свою легковесную технику, ножницы головы в Хоракейн Рану. Несмотря на то, что да, Шамиль Вигаев является веганом, он при этом обладает нехилым атлетизмом и фактически бьется за свою идею. Показать то, что даже со своей диетой, со своими взглядами, он может быть очень опасным оппонентом. Ну, а тем временем Станислав Бабаянс получает так называемый спринтборд. Сплит легит мунсолт. Я еле выговорил, но тем не менее это было очень здорово, очень красиво со стороны Шамиль Вигаева. Но вот Станислав Бабаянс, он всегда находит контратаки. Например, бэкдроп суплекс прямо на кромку ринга, которая является его самой твердой, самой жесткой частью, на которую падать неприятнее всего. И добавляет миссайл дропкик. С характерным выкриком, который, возможно, подчеркнуло как раз таки... Но это было пока не суперэффективно. Возможно, ему стоит расчеплять свой арсенал еще сильнее. Вот, например, такие удары прямо позади. Да, Бабаянс кик, если можно так сказать. И сейчас Станислав уверен в своих силах. Он завладел ситуацией. Ну и тем более опыт на его стороне. Запуск в угол. Перехватывает Шамиль Вигаев. Налетает, но его перебрасывает Станислав Бабаянс. Тем не менее, удар заблокирован. Что творит этот молодой человек? Очередные ножницы головы. Ветеран дезориентирован. На повторе мы видим, как успешно он перенес центр тяжести своего тела для этого. А теперь карт Уилла приблизился к Бабаянсу, находящемуся в углу, и добил клоузлайном. Очередная атака от Вигаева, но поднимает колени Бабаянс. И Вигаев, так сказать, получит сейчас на орехе соколиная стрела, называется этот прием. И сразу же удержание. Один, два, но нет. Естественно, недостаточно. И посмотри, Чинлок, он пытается в том числе с помощью болевых приемов замедлить темп своего оппонента и дезориентировать его в пространстве. Ну вот именно, потому что опытный рестлер знает, что ему достаточно применять и такие захваты. Действительно, силы еще понадобятся. Некоторые могут знать его как Ронни Кримсон, как минимум это псевдоним, под которым его знают многие фанаты, но к чему все эти маски? Он говорит, что рестлинг это по-настоящему, и это всерьез. Ну что же, а Шамиль Вигаев тем временем отрывает лопатку до третьего отчета рефери. И мы до сих пор в предвкушении, кто из этих рестлеров пройдет в четверть финал нашего турнира за ТВ-титул НФР. Медленно и выигранно Кримсон поднимает его на спираль молчания. О, как уходит Вигаев и тут же джампинг хайгик пробивает точно в голову. Вот это да! И Друбкек следует за ним. Очередная попытка удержания. Нет, смотри-ка, мне кажется, Шамиль хочет показать нечто особенное. Стендинг Мунсол посреди ринга. Один, два. Нет, все-таки нет. Вот этого недостаточно для того, чтобы удержать ветерана независимой Федерации РС. Ну что ж, ты абсолютно прав, Ян. Но у Шамиля инициатива осталась в его руках. И сейчас Шамиль лезет на верхний канат. Оттуда можно вполне себе добить соперника. Что он и делает? У Энтон Бомб, но мимо. Просто мимо. Кримсон, прошу прощения, Бабаянс, прочитал его как открытую книгу. О, этот прием называется кремация в исполнении Станислава Бабаянса. Удержание все равно это еще не конец матча. Некоторые фанаты, вот, соответственно, кричат в сторону Станислава Бабаянса. А некоторые в сторону Шамиля вполне себе, потому что хочется увидеть восхождение этого молодого атлета как можно выше. И победа над ветераном с 20-летним стажем поможет ему это сделать в одно мгновение. Ну и, соответственно, и сам Шамиль получит бесценный опыт, который может пригодиться ему дальше по мере прохождения нашего турнира. Но пока что обмен локтями от рейсеров. Вот какой локоть пробивает Шамиль. Чем ответит Станислав Бабаянс? Будет ли это очередной локоть? Или что-нибудь другое? Нет, этот очок в глаза он перехитрил. Перехитрил молодого атлета. Слишком уж Бабаянс показывал, что сейчас он атакует локтем. Обманул Шамиля, но оказался обманут сам. Что называется, снова Шамиль все-таки повторно лезет на верхний канат. Вот сейчас может сработать. Своим танбом всем весом прямо на Бабаянса. Ну, Шамиль удерживает. Один, два. Нога на канатах не позволяет рефери продолжить дальнейший отсчет. Он прерван. Потому что удержание должно быть проведено в пределах ринга. Но если хотя бы какая-то часть тела рестлера находится на канатах, удержание уже невозможно. Тем временем Шамиль, ну что, повторит свой рецепт успеха, я бы сказал. Но на этот раз Шамиль... А посмотри! Черт побери! Бабаянс запускает рефери прямо в канаты. Шамиль сбит с каната и коронный прием. Спираль молчания от Станислава Бабаянса приносит ему победу в этом матче. И ваш победитель Станислав Бабаянс! Опыт зарершал. Станислав Бабаянс показал то, что он, несмотря на то, что он является ветераном, еще голоден до золота. И, возможно, он сможет записать свою копилку телевизионночку. Ну, а у молодого Шамиля Бегаева все еще впереди, но его дальнейшее участие в турнире, к сожалению, уже завершено. КОНЕЦ Мы определили еще двух рестлеров, которые прошли в четверть финал турнира за телевизионное чемпионство. Для вас работали Ян Игнатов и Илья Сотник. Спасибо всем вам за просмотр, дамы и господа. И ждем вас снова на шоу Наш Рестлинг. До свидания.